А какие страны, которые граничат Калининградской областью, вы считаете не цивилизованными? Да есть там одна страна. Какая? Как называется? Ну, она к Калининграду никакого отношения не имеет, но вы сейчас за нее выступаете просто. Нет, вы слышали мой вопрос? Ну, давайте, я не хочу с вами разговаривать. Очаков ТВ представляет Здрасте. Здрасте. Что расскажете? Не знаю, что вы хотите услышать. Давайте. Может вам песню колыбельную спеть? У вас ночь сейчас? С чего вы взяли, что у меня ночь? Ну, а сколько у вас времени сейчас? Ну, да, вы правы. Пол третьего показывают. Ну, вот, видите, это же ночь называется. Ну, хорошо, ладно, пусть это будет ночь. Да, так вот я спрашиваю, вам можете петь колыбельную песню, чтобы вы услышали. Вы еще не спите или вы уже не спите, кстати? Я еще не сплю. А из какого вы города? Я из Калининграда. А, Калининград, слушайте. Калининград, такой город, ну, все-таки особый, да? Он отделен от России, от основной части цивилизованными странами. Ну, как сказать? Как сказать? Ну, а как можно иначе сказать? Ну, если вы считаете окружность Калининграда, всю окружность Калининграда цивилизованными странами, ну, хорошо. А какую страну вы считаете не цивилизованной, которая окружает? Я не спорить не буду, потому что я уже, я уже по вашему диалогу понял то, что, как бы, у вас, ну... А какие страны, которые граничат Калининградской областью, вы считаете не цивилизованными? Да есть там одна страна. Какая? Как называется? Ну, она к Калининграду никакого отношения не имеет, но вы сейчас за нее выступаете просто. Нет, вы слышали мой вопрос? Давайте, я не хочу с вами разговаривать. До свидания. Почему? Почему? Не хочет он со мной разговаривать. Нецивилизованные страны, говорит, окружают цивилизованную Калининградскую область, да? Да. Не захотел разговаривать. Чувак, хоть капелька ума у него есть, понимаете? Хватило ему ума. Не позориться. Он слился. Ну, правильно, я одобряю такой поступок. Молодец, чувак. А колыбельную я тебе так и не спел. Поэтому будете обессониться, мучить еще, блин, не знаю сколько. Здрасте. Здрасте. Вы из какого города? Из Москвы. А, из Москвы? Прямо из самой Москвы, да? Да. А, что такое? Ничего себе. Вы крутая, да? А в России бываете? В России бываете? Не крути тебя. Ну, это понятное дело. Вы в России бываете? А Москва, это не Россия? Нет, конечно. А что это? Москва, это Москва. Россия, это Россия. Москва общего немного имеет с Россией. Есть общие границы там, но не очень много. Ну, объясните мне, пожалуйста. Ну, а вы не слышали такое выражение, что Москва, это не Россия? Нет. Потому что на одну Москву, вот только на саму столицу, да, идет там, ну, львиная доля всего бюджета страны, там. Чуть ли не 50% на один город. Как вы считаете, это правильно или нет? Я хочу сказать, в Москве лучше приезжих, чем где-то в России. Да, совершенно верно. Но если взять всех приезжих в Москве и всех приезжих во всей остальной, точнее, во всей России, да, то цифра несопоставимая. В Москве их на порядке меньше, чем по всей России, понимаете? А бюджет, половина на Москву идет. Ну, как-то это вот непропорционально, понимаете, получается. Понятно, хоть узнала. Вот. А почему еще не Россия? Потому что за счет этого бюджета Москва реально похожа на цивилизованный, я имею в виду, в плане порядка, да, благоустроенности гор. То есть плитки, которые три раза на год перекладываются, там, дороги нормальные, да. Вот ужасно, началось сейчас, вообще ужасно. А что, дороги ужасные, вы хотите сказать? Нет, все, как начинают ремонтировать, ужасно, пыль летит, вот это вот. Не, ну, понятно, но в целом в Москве, согласитесь, все-таки порядок и с дорогами, там, и со всей остальной инфраструктурой, правильно? Есть. Вот. А за счет чего? За счет того, что половина бюджета страны работает на Москву, а вторая половина работает на всю оставшуюся площадь. И получается, что все остальное Россия нищая. А вы, москвичи, да, если вы, например, там нечасто в России бываете, а, все, да, ну, договорю уже, значит, вы не понимаете, как живет Россия. Не понимаете вы, как живет Россия, если вы, конечно, в ней не бываете. И нет желания хотя бы включить там, не знаю, какие-нибудь видео посмотреть там, посмотреть, как реально живет страна, а не только Москва. Вот так вот. Москва не Россия. Это что, Вести, здравствуйте. Кто-то за спиной, кто-то за спиной. А у вас опять стрим какой-то? Почему опять? Да вы какой-то, как будто бы, это, Вести 24, что-то такое. Бля, скажите, что у меня за спиной кто-то. Ты меня напугать хочешь, у меня за спиной кто-то? Да, у тебя за спиной кто-то. Я думаю, что за спиной кто-то стоит серьезно. Кто это? Это я никого не видел. Это Данил Зес из «Изнави» в 2010. Это кто? Кто это? Данил Зевс. Нет. Нет. Это знаешь кто? Кто? Это Игорь Стрелков. Знаешь, кто такой Игорь Стрелков? А, это Игорь Стрелков. Да, это Игорь Стрелков. Не слушайте их, расскажите мне. Вот. Тебя как зовут? Лиза. Лиза, очень приятно. Ты из какого города? Из Москвы. Вот, Лиза, слушай. Значит, этот человек в 2014 году был тем человеком, кто с группой людей захватывал Крымский парламент, а потом начал оккупацию Украины, Славянска города в частности. А вы за Украину? Его военная погремуха Стрелков, а фамилия у него Гиркин, Игорь Гиркин. А вы за Украину? Как понять, я за Украину? Ну, смотрите, вот конфликт есть, признаем. Ну да. Но не конфликт, его можно называть войной, правильно, Лиза? Ты считаешь, что это войной? Так нельзя. Ну, я... Ну, так нельзя. Политик, не врач, блядь. Блин, ты тут считаешься... Вы за Украину или за Россию? Вот так, я вопрос просто. Вы их не слушаете, забейте. Слушай, я не могу быть за какую-то страну, я тебе честно говорю. Вы за мир Да, я за мир, я за цивилизацию Я против дикости, понимаешь Я против войны, понимаешь Просто смотрите, видите у меня свитер Типа желтый-голубой Я когда сижу, мне все говорят Ты за Украину А у меня это просто свитер Тут еще бордовый есть, еще бежевый И это просто свитер Я никому не отношусь, это просто не так кажется Нет, нет, смотри Нельзя быть за какую-то страну Лиза Ты можешь их заткнуть, они мешают разговаривать Заткнитесь, блин, я с Лизой разговор веду Блин, реально, заткнитесь Надень на уши Лиза, слушай Значит, смотри Дело в следующем Тут же в ситуации Желательно разобраться Правильно, то есть Страна здесь ни при чем Страна как таковая Что такое страна? Это территория Географическая Это политические игры Вот, совершенно верно Это политические игры Которые либо поддерживаются народом Либо нет Вот ты лично, Лиза Ты поддерживаешь эти политические игры Россию или нет? Да Разговор Вообще, да, поддерживаю Потому что Ладно Видите Я что-то сразу подумал, что девчонка такая нормальная Она не поддерживает Она боится, конечно, об этом говорить Это я понимаю Но она мне понравилась, вы знаете Она сказала Ладно Вот так Это вам не Оупс Или как там было Это Ноу Оно дорогого стоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!